Мне проще потратить там в ближайшие 6 лет, не знаю, миллиард на то, чтобы зайти плотно в политику. Я могу с собой разбавить аппарат, и на этой точке я могу сделать больше. А бедные ведь чаще всего бедные, потому что они просто не хотят ничего делать, они ленивые. Активный человек никогда не будет бедным. Я бы убрала часть социальных выплат для того, чтобы они сами шевелились. У меня реально большой, серьезный магический отдел, и я этого не скрываю. И я просто схлопнулась со своим высшим «я». То есть я схлопнулась со своим же облаком накопленной информацией за все предыдущие опыты воплощений и вообще пребывания в различных мирах и пространстве. У меня были сумасшедшие возможности, просто невероятные. Страна видит меня как фрика, но в Питере все знают, что я крепкий предприниматель. Кроме того, что у людей рвают пукан, больше мне за это нечего предъявить. Добрый день, дорогие друзья. У нас в гостях кандидат в президенты, зарегистрированный в Центр избиркома. У нас была Дунцова, ее не зарегистрировали. Балатраковский, его не зарегистрировали. А, значит, Рада Русских... Здравствуйте, Рада. Здравствуйте, Павел. По вашим словам, владелец 15 бизнесов, вы осознались в простонародье просветленный человек. В одном из интервью вы сказали, что у вас открылись все сверхспособности, которые бывают у людей. Вы из расы драконов, они же архитекторы. Работали в Китае, знают технический и китайский. Производство косметики составляет 3% от рынка российской косметики. Все верно? Да. Но я не называю это бизнесами, я называю проектами. То есть, по факту, мы ведем 15 проектов одномоментно и параллельно. 15 проектов? Да. Хорошо, значит, я тут узнал, что у вас уже записано интервью с Ксенией Анатольевной Собчак. Расскажите о впечатлениях, что это вообще было такое. Мне кажется, Ксюша сломалась. Ксюша сломалась? Мне кажется, да, потому что она все пыталась задать острые вопросы, и меня ничего из этого не смущает. То есть, все, что я о себе когда-либо говорила, я это точно не передумала, никак не отрицала. Для меня это типичный вторник. И я обсуждала, будут ли острые вопросы. И мне кажется, что она от меня просто сломалась в какой-то момент, потому что ничего из того, что она спросила, ну, никак меня не обескураживало. Вообще, очень спокойный человек, достаточно проработанный и честный. И, в принципе, на меня грязное белье трудновато найти. То, что я буду говорить, ой, нет-нет, это не я, не было такого и переобуюсь. Поэтому, наверное, для нее было тоже странно вот общаться с настолько открытым, честным человеком, который не пытается как-то себя приукрасить, говорить как есть. Да, это на самом деле важно. Ксения Анатольевна как раз очень часто предъявляет обвинения в ее нечестности. Да, вы тоже обмолвили, что она редактора слушает через наушник все время. Это не ее мысли, не ее слова. Вот вообще для политика ложь, лицемерие допустимы, недопустимы, приемлемы. Как вы к этому относитесь? Я не вижу в этом никакого смысла, потому что, когда ты врешь, ты тратишь на это очень много сил. Точно так же, как и на лицемерие. А потом на что-то важное прикладное у тебя, по-честному, сил нет. Вот мне проще быть бабой Рады из Урала, такой простой, как 3 рубля, иногда нести какую-то для народа дичь в их понимании, но при этом я не трачу сил. То есть у меня не копятся там какие-то сложности, что мне нужно вечером что-то там как-то, не знаю, чем-то запить или закурить или еще что-то. Я не буду вас называть баба Рада, Рада Русских. Слушайте, значит, у нас будет максимально честный разговор. Это очень хорошо. Вот смотрите, вы еще раньше записали интервью с Полонским в Дубае. И проскакивала цифра, что вам это обошлось в миллион двести тысяч рублей. Да. А, Ксения Анатольевна, можно эти цифры озвучивать? Нельзя? Сколько это стоило? Нет. Я не могу открывать секретов таких. Это же все... Но это все равно, это серьезные деньги. Просто люди как делят, да, продакшн? Они думают, что вот есть продажный продакшн, а есть типа бесплатный. Давайте я вам, в общем, отвечу. Ничего бесплатного в мире продакшна нет, потому что существует сам продакт, и у него есть какая-то стоимость. И это не просто прямой эфир в Инстаграме, где мы тыкнули кнопку, поболтали, тыкнули еще раз, и все загрузилось. Когда ты видишь на площадке, например, у Ксении было около 12 человек на нашей площадке. Мы поменяли четыре съемочных площадок. В любом случае есть понятие амортизация. И вот сейчас я тоже в эксперименте. Я достаточно давно в инфобизе, я давно, да, ну, в каком-то меня назвали блогером, хотя я так себя не считаю. И я работаю продюсером пять лет. Я знаю рынок цен. И я точно могу сказать, что часто есть цифра за продакшн, но нет, скажем так, самой взятки или цены за, ну, там, смысловое производство контента. Но стоимость продакшна оплачивается в любом случае, даже если ты суперзвезда, и тебе дали суперпремию, ты в любом случае должен скинуться на фуршет, банкет, там, не знаю, аппаратуру, колонки и светлый полк. Не волнуйтесь, наш эфир будет абсолютно бесплатный, без всяких кавычек. Смотрите, миллион туда, миллион сюда. Сколько примерно вообще порядок цифр вам стоит сейчас участие в предвыборной гонке? Ну, сама по себе предвыборная сейчас мы уже не тратим, мы уже все потратили. Ну да, сколько примерно? То есть 500 человек надо было собрать в Москве, кто-то приезжал, там, вот эти все интервью. Стоимость вот первого дня мы посчитали, была 4,5 миллиона. Это чтобы собрать 500 подписей. Это аренда зала полтора с фуршетом, потому что это длительное мероприятие, все равно людей нужно, очень важно людей покормить. А это все нотариальные дела, это расходники какие-то, стоимость юриста и так далее. 4,5 миллиона. Второй день я не считала, мы уже были в таком кипише и раздраю, потому что мы уже две попытки сделали, мы только со второго раза прошли. Ну, я думаю, что второй день примерно столько же стало, но помещение у нас было чуть попроще. Ну, плюс разного рода интервью, ну, то есть миллионов 15 вы уже точно потратили, вот буквально за месяц точно. Я ничего не тратила на предвыборную в плане продакшн. То есть ни одного политического интервью, это мое первое политическое интервью, и мы не планировали вкладываться в предвыборный продакшн. Я, в принципе, вкладываюсь в личный бренд. В год это примерно, ну, 100 миллионов точно я вкладываю сейчас в свой личный бренд. Но это не конкретно на выборы. На выборы там цифры такие, что у меня их просто пока что нет, спонсоров у меня нет. Я такой честный самодвиженец. Я пока что изучаю вообще этот рынок, чтобы понять, к чему готовится в следующий раз. То есть для вас это рынок. А что здесь продают, что покупают? Ну, к предвыборной нужно было по продакшну заранее готовиться. То есть я смотрю, что у Дунцева вышло интервью с Шихман еще до того, как ЦИК закончил заявки собирать. А я понимаю, что такой монтаж и выпуск, то есть они его за месяц точно записывали. Никто не может снять сегодня, а выпустить завтра, если это студийная съемка. Это правда не прямой эфир и не зоом. Я вижу, что они сильно заранее готовились. То есть это проплаченное интервью. Я так понимаю, что Ходорковский там со своей командой заранее проплатил весь этот продакт. Они готовились, видимо, ну за полгода примерно. Вот-вот, уже начинают кандидаты друг на друга набрасывать. Нет, не набрасывать. Я про то, что если бы я готовилась, я бы тоже готовилась за полгода. А я бы заранее проплатила всем интервью именно на политическую тему. Потому что, например, с Ксенией Анатольевной, мы когда договаривались на интервью, это было за два месяца до съемок, я еще даже не была кандидатом, и у меня еще даже не было точной цели пойти на выборы. То есть мы поэтому и не готовились. Это было достаточно спонтанное решение. Мы сомневались с командой идти, не идти, потому что у нас правда не было достаточного количества денег, и мы не подготовились заранее. Я не очень понимаю. Значит, вы в год и так, и так, и так тратите 100 миллионов на свой пиар, на свой бренд и имидж. 15 миллионов, вы говорите, примерно сейчас потратили. То есть в чем сложность? Сложность в том, что это решение нужно было принять стратегически заранее, потому что нету такого, что ты сегодня решил, а завтра у тебя уже со всеми интервью. Это нужно, чтобы команда произвела переговоры, договорилась, чтобы они согласились на тебя, как на персону. Вот если даже сейчас всем разошли заявки, возьмите у меня интервью за любые деньги, половина, во-первых, не откажет. Никогда у меня стрелец не возьмет интервью, а никогда у меня, возможно, Шихман не возьмет интервью. Потому что я им как герой просто не подхожу. И, соответственно, это нужно все заранее готовить. Нет такого, что ты кандидат, и все с радостью волосы назад бегут у тебя брать интервью. Нет, у них есть какие-то... Хорошо, тогда другой вопрос. Зачем вам вообще это? Хотя в других интервью вы говорили, что вы там еще год назад решили, что вы будете точно баллотироваться. Я вас вообще узнал впервые. Есть такой канал Uncle Shurik, и он в одном из видео сам вам говорит, Рада, иди, баллотируйся в президент. Это было еще год назад. Смотри, в чем дело. Прежде чем у тебя что-то получится, тебе нужно набраться там опыта. Я не могу набраться опыта в предвыборной, если я ни разу туда не зашла. Сейчас у нас план на три захода. То есть это первый раунд. Вот все, что у нас было, мы потратили, мы прошли на сколько-то, и мы поняли, как все устроено изнутри. То есть у меня есть инсайдерская информация. Я понимаю, сколько это стоит, как это делается. Сейчас мы на втором этапе, и на нем реально нужно много денег. То есть сейчас на моем избирательном счете никакие спонсоры не закинули дополнительные сотни миллионов, чтобы я еще месяц плотно двигалась. То есть мы сейчас хотя бы оценим в этот этап, сколько стоит сбор подписей. Потому что это тоже трата. То есть тебе нужно открыть штабы в 40, например, городах, собирать подписи. Мне нужен административный ресурс, договориться с волонтерами, и мы изучаем, мы тренируемся. И через 6 лет, например, когда я зайду, я уже буду обладать пустой информацией, опытом. Это не будет никаким стрессом ни для команды, ни для меня. И, в принципе, попутно я даже узнаю какую-то инсайдерскую инфу, а как дальше двигаться, и что дальше ждет. То есть сейчас вы потратили, грубо говоря, 15 миллионов просто на свой опыт? Конечно. Смотрите, в одном из интервью вы говорили, что какой ужас. Есть магазины, там йогурт просрочился, истекает срок годности, его тут же выбрасывают, хотя он еще не испортился, не отдают даже бедным. Какой ужас, какой кошмар. Ну это бред. То есть у нас перепроизводство всего, понимаешь? То есть если у тебя там йогурт больше на сутки простоял в магазине, магазин типа это, поэтому они все выкидывают. Они даже бедным не отдают. Вот это меня всегда удивляло. Вы показываете себя как человек, который радеет за разумное потребление, за экономию. Вот ваши траты денег, они сюда вообще не укладываются. Как вы это объясните? Ну, я считаю, что аппарат нужно разбавлять. Но это не бесплатно. То есть мне проще потратить там в ближайшие 6 лет, не знаю, миллиард на то, чтобы зайти плотно в политику. Я думаю, что в ближайшие 2 года я уже дойду до какого-то хорошего поста, потому что, в принципе, я понимаю, как это делается, я понимаю, куда меня пустят, куда нет. Я могу с собой разбавить аппарат, и на этой точке я могу сделать больше, чем просто взять свои деньги, которые я сама заработала, и потратить... Что такое хороший пост? Куда вы нацелились? У меня хорошие шансы по Санкт-Петербургу. Меня очень любят в Питере. Я такая чисто питерская. То есть я здесь очень популярна. С Урал уже. Но в Питере меня любят больше. Я здесь более в теме. Я здесь прижилась. Я такой прямо питерский персонаж. И я сейчас реставрирую дачу Митцмахера. В принципе, Бомонд меня очень за это ценит, уважает. Так же, как и культурная прослойка. Я вошла в топ-30 золотой резерв предпринимателей по версии Делового Петербурга. Потом у меня была премия «Личный бренд года» тоже от Делового Петербурга. То есть меня всерьез воспринимают в Питере. Может быть, страна видит меня как фрика, но в Питере все знают, что я крепкий предприниматель, что я очень деятельная, что у меня хорошее меценатские начинания, хороший благотворительный, скажем так, пул действий. И здесь у меня гораздо больше шансов. Например, сейчас я получу разнообразный опыт в ближайшее время. Плюс в Москве меня уже допускают в Госдуму. Я участвую в круглых столах. Меня зовут в рабочей группе. По законопроектам, в принципе, как бы я двигаюсь. Но хочется весь опыт, который я могу взять... И все-таки какие должности вы для себя видите, что вот это мое? Ну, конечно, не хочу быть депутатом по району, по кому-нибудь. То есть мне хочется пойти на выборы верхних постов. Я просто не знаю расписания ближайших выборов, но я на ближайшие 4 года после того, как сейчас на все поднимался... Ну, то есть губернатор? Ну, конечно, это вполне возможно, потому что здесь как раз-таки есть возможность. Понял. А давайте немножко про крепкого предпринимателя. Значит, 3% рынка косметики. Это сколько в деньгах? Это 3% рынка натуральной косметики. То есть мы в своей нише считали. У меня холдинг по производству натуральной косметики. Сейчас у меня 3% рынка. Но мы говорим про... То есть это не всей косметики, это именно натуральной? Да, конечно, нет смысла на общем рынке конкурировать. Это разные... Ну, это то же самое, что врачи с политиками будут конкурировать. Это разные ниши немножко. У нас своя ниша. Мы говорим про то, что вот в этом году, после Нового года, мы выходим на НДС. То есть мы вышли за 250 миллионов оборотов. 250 миллионов рублей оборотов? Да. А это сколько получается весь рынок, 100% рынок натуральной косметики, это сколько? Я не знаю, это консалтинговое агентство все нам высчитывало. Очевидно, что не я сама сила и посчитала. Нет, я просто сейчас, чтобы калькулятор не доставать. Вы в одном из интервью сказали, что вам загрузили все знания математики. Я думал, вы раз, посчитайте. А, ну это уже стебные уловки. Я в другом интервью говорила... Хотя нет, я в том же интервью говорила, что это не продержалось на всю жизнь. То есть это был вспышечный опыт. Он продержался активно 3 месяца. Через 6 месяцев я уже смогла вернуться к делам. В принципе, я выпала из своей предпринимательской жизни всего на полгода. То есть вас-то загрузили, а потом оно куда-то ушло? Ну, когда я была на пике в переживании, у меня были сумасшедшие возможности. Просто невероятные. То есть это такой запредельный опыт, который даже невозможно с помощью какой-нибудь там мексиканской медицины получить. То есть это как бы за еще, еще дальше опыт. Такого опыта редко встретишь. Поэтому очень сложно его как-то объяснить людям. Вообще непонятно. И сейчас у меня осталась память. То есть у меня, например, вскрыта память прошлой жизни. Я их неплохо помню. Вот эта вот история. Расплавилась щитовидка. Значит, я даже выписал себе. Сгорел полностью мозг и шишковидка. Взорвались запястья. Начался дикий жар. Ощущение, что тебя бьет током. Очень странное состояние. Выделяются какие-то гормоны. У тебя просто эйфория. При этом ты горишь изнутри. Ты в какой-то дикой испарине. У меня был странный день в моей жизни. Совершенно обычный. Ничего не предвещало. И у меня в один день открылись все сверхспособности, которые бывают у людей. В один день. Так. Вот вы упомянули мексиканскую медицину. Я так понимаю, намек на айуваску. Как вы вообще относитесь к употреблению запрещенных веществ? Ну, я считаю, что для русского человека предварительно нужно примерно 7 лет хотя бы глубокой терапии. Потому что любая медицина, она... Предварительно, но потом можно. Да, потом можно. Но, опять же, это нужно ехать в те страны, да, где есть проводники, где есть опыт. То есть, очевидно, что в России нет смысла этот опыт вообще переживать. У нас просто все профаны. И проблема медицины в том, что у тебя всплывают сразу все травмы и все переживания. И ты можешь просто захлебнуться. И если ты предварительно там, ну, хоть какую-то структуру психики себе выстроил и хочешь доработаться, да, там, быть идеально, кристально чистым внутри, конечно, можно съездить куда-нибудь в Перу, пройти заход там на 6-7 дней, дочиститься и приехать с идеально чистой головой, продолжить свои дела. Ничего в этом такого я не вижу. Я уверена, что мир придет к тому, что, в принципе, это все станет легальным. Ага. То есть, рада русских кандидатов в президенты за легалайс? Ну, я не вижу никакого, например, интереса делать легалайс траву. Потому что все люди, которых я видела, которые курят траву, я вижу, что они тупеют. Я не вижу, что у них становится более чистым сознание. Слушай, год назад в московском, значит, особняке, в подвале проводили, значит, обряд такого вот просветления, очищения для одного топ-менеджера. Закончился он летальным исходом. Это было не про траву, это как раз вот прочиститься, как-то вот обновиться. Таких случаев очень много. Это очень опасно. Никому не рекомендую. Это проблема в том, что ребята, которые делали никакого отношения к медицине и к практикам, и к зданиям, честно, не имеют. Это было очень глупо. Но если мы говорим про Суботина, то он залил накануне в себя 2 литра водки, потом у него заболело сердце, он там какого-то валидола с боярышником напился, а потом он начал пить какие-то таблетки от сердца еще сверху, и все это шлифанул камбой. Ну, конечно, там как бы кто угодно откинется, это очевидно. То есть вы во всем этом понимаете, понимаете разные вещества, названия. Вы более подкованы, чем я, учитель химии и биологии, хотя мне ученики на фоне сериала «Во все тяжкие» постоянно с этими вопросами обращались. Я тоже что-то немножко понимаю. Но чисто как теоретик. Я так понимаю, у вас и практический опыт имеется? Ну, по АИ нет, у меня нет практического опыта по АИ, у меня есть другие практические опыты, по другой медицине. Камбу я пробовала, я прекрасно знаю, как мне готовится, это двухнедельное сыроедение. А вот эта вот история про шишковидка расплавилась, это не было никаких медикаментозных вмешательств? Нет, это был спонтанный опыт, но к тому же я же в каком-то... А, ну вот в этом интервью про я осозналась, я описывала, что вообще я была в семизвездочном отеле, 12 дней на детоксе. А вы тогда... А, вы на детоксе были? Я была в Луджи-отель на детоксе, на чёрном джете, слетала такая... Ну, просто вот для наших зрителей, я не знаю, может быть, вы как-то переосмыслите опыт. Смотрите, есть такой принцип в химии, подобное растворяется в подобном. Есть вещества водорастворимые, жирорастворимые. Если, например, вы худели, у вас сгорали жировая клетчатка, подкожный жир. И если в этой жировой клетчатке были накоплены определённые вещества, как раз на фоне похудения они выбрасывались в кровь, в кровь, в лимфу. И то, что у вас накопилось, в том числе токсины или какие-то другие соединения, они попали в кровь и могли хорошенечко привести к тем эффектам, о которых мы говорим. Ладно, мы долго очень на этом провели. И вот такой вопрос к вам. Я по базе контрагентов ввожу Раду Русских два юрлица. У одного ООО «Хайдон» доходы 482 тысячи рублей, не миллионы. ООО «Гедонист» 8,5 миллионов рублей по итогам прошлого года. Ну, у меня есть ИП, то есть мой личный доход – это ИП Рада Русских, а все бренды косметики, я из них уже вышла, то есть я оттуда даже доход не забираю. Все деньги в оборотке – это ООО «Гедонист», это «Хайдон» и это Рада Русских как товарный знак. И сколько по ИП Рада Русских получается? Ну, ИП Рада Русских, ну, я не дошла в этом году до лимита, но больше ста точно. Так, что-то Роспрофайл не показывает доход. Хорошо, хорошо, найду, вывешу, а что найдется по базе. Вообще, производство косметики в любом случае, какой бы там ни был натуральный состав, требуется проверка. На ком вы проверяете и испытываете косметику? У нас есть химические лаборатории, они суперстерильные, туда заходят только очень узкопрофильные специалисты. Это так называемая лаборатория машины времени. Поскольку мы занимаемся живой косметикой, для нас это самый важный этап – это проверить, как будет развиваться в баночке наш состав. В баночке, да, а на лице, на волосах, это же другое совсем. А, ну, на лице, на волосах, только на команде. То есть мы тестируем все на команде. Но учитывая, что это натуральная косметика, понятно, что она безвредна с точки зрения какого-то, да, ну, химического ожога или других побочек. И как мы, ну, понимаем, на животных тестируется только химикат, да, потому что у производителей есть страх, что это может дать побочку. Когда ты варишь с натуральной косметикой, там таких рисков нет. Рада, я лично знаю женщину, которая потеряла ребенка, к сожалению. Она послушалась совета своих родственников. И когда беременная она заболела, она съела полбанки малинового варенья, немножко увлеклась. Открылось кровотечение. Это малина. Это просто малина, которая содержит природный аспирин, который разжижил ей кровь. Девочки могут делать себе обертывание горчицей в надежде на стройные ноги. И получат ожог такой, что там до мяса у них прогорит кожа. Натуральная не значит безопасная. Вы испытываете это все на команде? Ну, конечно, но мы не используем горчицу. У нас аэровидическая косметика, мы занимаемся липидами. Липиды точно не относятся к какой-то агрессивной группе. Это же просто питательная база. То есть, это как бы такая слабая провокация, потому что вы точно не разбираетесь в этом вопросе. Послушайте, нет, я вижу, что на самом деле я проверил состав вашей косметики. Он неплохой. Он, правда, натуральный. Но проверка нужна. Вы говорите, да, в принципе, и не нужна. Но если обобщить то, что вы сейчас говорите. Ну, погоди, у нас, во-первых, есть сертификаты к тому, что мы, плюс мы чуть ли не единственные, у кого есть, например, в России сертификат 0+. Этот сертификат стоил мне 2 года жизни. 0+, означает, что этой косметикой можно мыть младенцев с первого года жизни. Никакой другой бренд не получил. То есть была определенная контрольная группа, наносилась косметика, испытания на детях? Я не знаю, как, скажем так, высшие организации проверяют косметику, но это очень серьезный долгий процесс. Они забирают у нас несколько сэмплов с периодичностью. Я думаю, вы понимаете, почему я это спрашиваю. Вы же, ваша сильная сторона – это зоозащита. И зоозащитники по всему миру выступают против проверок разных составов на животных. И это, конечно, очень такая сложная тема. Поэтому давайте мы будем все испытывать на людях. Вот как вы на эту дилемму смотрите? Ну смотри, нет никакого смысла испытывать рабочий состав на животном, потому что это не то же самое. Ну и это правда не то же самое. У человека совершенно отличаются все данные. Ты не можешь испытывать… Это глупо. То есть на животных испытывают только ядохимикаты. Когда ты производишь какой-нибудь крем на 100%, да, у тебя в банке там сульфатные силиконы, понятно, что человек может от этого отравиться, там, облезть, еще что-то. И предварительно они, правда, тестируют на животных. Но что касается натуральной косметики, там нет такого опыта. То есть в нашей сфере это не предусмотрено. Это лабораторные исследования, это холодильники, которые тебе ускоряют время. То есть мы скорее смотрим, как развиваются бактерии внутри нашей косметики, потому что она живая, нежели как она там может кого-то отравить. Потому что, ну, это поверхностные гомеопатические дозы. Это не полбанки варенья внутрь. Но все-таки то, что написано в составе, это не гомеопатические дозы, это реально присутствующие вещества. И тем не менее, вскользь вот так вот проскочила. То есть в принципе для испытания на животных они допустимы в определенных частях косметологии. Их используют те, кто занимается синтетической продукцией. Ну, то есть это нормально? Ну, просто мы к ним никакого отношения не имеем. У меня такого опыта не было. Рада, но все-таки как политик вы должны иметь свою позицию, тем более как зоозащитник, вы должны сказать, я против, по всему миру мы добьемся, что этого больше не будет. Ну, то есть ваша позиция. Если ты у меня как и политика спрашиваешь, то я скажу так. Я против производства синтетической косметики. Потому что она засоряет окружающую среду, потому что она тестируется на животных, потому что это пустотелая банка, которая превращается в конце мусора, не несет никакой нагрузки и пользы. То есть это более широкий вопрос. Хорошо, это отлично отправная точка для долгой дискуссии. Я предлагаю следующий вопрос. Смотрите, у вас, значит, в одном из роликов, который не очень давно вышел, вы с девушками заходите в магазин. Я так понимаю, Стамбул это? Или это тоже Арабский Эмират? Я не очень понял, где вы были. Сумочки. Класс, смотри. Медового цвета, смотри, какая качество. Просто. Смотрите, какое богачество. Класс. И вот это? Медового цвета. Но полностью вся просто состоит из страз. И ты очень красивая. Я сошла с ума. А, и бисер тут еще. А, обалдеть. У меня уже сердце три раза разорвалось в этом магазине. При этом в другом интервью вы говорите, ой, до меня все эти вот эти вот квартиры, дома, все это, меня это перестало интересовать, вообще не трогает. Такая, ой, ну ладно, куплю там самый дорогой браслетик. И оно не сказать, что прямо какой-то вау. Надо было раньше. Да. То есть пока эти были, пока я попал. Сейчас я даже не хочу квартиру еще одну. Я вообще думаю все продать, чтобы в общественные цели впихнуть. То есть у меня вот это, знаешь, состояние монаха, оно произошло. Как же оно вас не трогает, а тут сердце разрывается? Ну, насколько я помню, мы были в винтажном магазине. И если вы хорошо мне изучили, то я пропагандирую вторичное потребление. Я принципиально не покупаю новые вещи. Я покупаю только recycle, upcycle, винтаж и бэушку. И от них у вас сердце разрывается? От чего разрывается сердце? Это красиво. Это красиво. Винтаж гораздо более прекрасен, чем новодел. Сейчас нет таких мастеров, сейчас нет таких мастерских, нету таких материалов, нету такого понимания эстетики и дизайна. Сейчас все похоже на дешевые шерпотрек. А когда ты заходишь в винтажный стамбульский магазин, ну, конечно, мы были у чувака, он занимается обсайклингом. То есть он берет старые скатерти из бахмаля. Бахмаль – это шелковый бархат сотканный вручную. Очень редкий, очень дорогой, его, правда, сложно произвести. И он из винтажного бахмаля шьет сумки. Понял, понял. Все-таки здесь есть определенная экологическая подоплека. Я в этом разбираюсь плохо, честно говоря. Но в целом от хорошей сумки сердечко может ёкнуть. Я правильно понял? Ну, у меня в коллекции примерно 300 сумок. Но они все с… Это БУ, то есть это вторичное потребление. Я прям занимаюсь пропагандой вторичного потребления вещей. Вторичное потребление подразумевает разумную экономию. А тут 300 сумок коллекции. Рада, куда столько? Нет, вторичное потребление и экономия – это разные вещи. Вторичное потребление прекрасно тем, что вот я что-то купила, и когда я хочу от этого избавиться, я не выкину это на помойку. Это не одноразовые вещи, это вечные вещи. У меня в коллекции винтаж 2002 года какой-нибудь супераритетный гальяна, который я продам в любой день, в тот, который захочу избавиться. И вторая хозяйка после меня тоже его не выбросит никогда. И вот эта сумка будет жить больше, чем все, кого я знаю, вместе взят. То есть сейчас вы можете 100 сумок себе оставить, 100 сумок, 200 сумок подарить, девушки не пойдут в магазины, меньше надо будет добыть нефти, меньше надо будет зарезать бычков, чтобы взять их кожу. И какая прекрасная забота об окружающем мире и природе. Это капля в море. Знаешь, мы потратили 20 тысяч евро в прошлом году на сбор пластика на Бали из океана. И я тебе хочу сказать, что это капля в море. Даже 20 тысяч евро это ничего, это просто микроволонтер считается. 100% нас сейчас смотрят, нашу беседу смотрят десятки, может быть сотни тысяч человек. Вы могли бы им сказать, ребята, делайте так, я сама распродаю свою коллекцию, вот оставляю только половину, чтобы вы делали так же. Вы уже политик, понимаете, нельзя отделить одно от другого. Хотелось бы услышать от вас подобный призыв. Скажем так, это круговорот вещей, то есть я нахожусь в круговороте вещей. Каждый месяц я что-то продаю и каждый месяц я что-то покупаю, потому что я публичный человек и весь гардероб, который на мне видят, это мои вещи. Это не стилист мне привез, да, там на аренду, или это не какой-то молодой русский бренд, который дал мне шмотку за отметку сториз. Я вообще не делаю рекламу, например, да. И мне гораздо проще купить какие-то вещи. Да, я делаю покупки в БУ, но я их точно так же потом перепродаю, потому что я не могу вечно в одних и тех же вещах появляться. То есть если я выгулила что-то на премию «Женщина года», то максимум у этого платья еще два выхода, и потом его нужно продать. И я нахожусь как публичный человек в круговороте вещей. Это не те вещи, которые до конца жизни со мной будут, я помру, а они тут останутся такие запыленные. То есть вы покупаете платья на выход тоже БУшные? Часто, конечно, больше. Вот вообще все, что ты видишь за мной, это БУ, это куплено на Авито. В том числе я делаю все интерьеры с БУшных вещей. Я сажусь на стуле, который я купила на Авито, все, весь декор, все поверхности, люстры, все это БУшное. Хорошо, Рада, понял. Давайте немножко это более легкая тема. Вы упоминали, что работали в Китае и знаете китайский, но больше технический. Вы можете что-нибудь сказать на китайском? Скидка 10%. Это высокое качество, или там партия бракованная, или что-нибудь? Что это такое? Я сказала, да, немного понимаю, китайцы. А что-нибудь техническое? Привет, меня зовут Кирилл, я учитель английского и китайского языков. Я веду канал под названием Бородатый Лингвист. Меня просили дать авторитетное мнение насчет китайского Рады. Русских. Вы знаете, тонны, конечно, немножечко хромают, но общую мысль первого предложения понять было легко. Несмотря на то, что она немножко неаутентична, все-таки китайцы бы, наверное, сказали по-другому, но, тем не менее, ее бы поняли. Что она хотела сказать во второй части предложения, я, к сожалению, не понял. Наверное, там нужно было чуть дальше прослушать, чтобы понять весь контекст, но, к сожалению, Рада нам ничего не рассказала. Но, учитывая, что это самая простейшая фраза, которую можно выучить на самом первом уроке, то, наверное, можно сказать, что Рада с ней справилась прекрасно. Но если мы берем внимание, что Рада активно пользуется языком и он ей нужен для коммуникации, тут, конечно, странно, потому что ничего другого мы не услышали. Поэтому, если мы все-таки возьмем во внимание второй вариант, предлагаю поставить такую четверку с минусом. Ну, знаете, чтоб был рост, стремление к росту, так сказать. Блин, ну, слушай, вот ты меня сейчас закинешь в Китай, я не была там пять лет. Ну, как это выглядит, да? То есть, ты заезжаешь в страну, первый день тебе кажется, что все, ты забыл, все пропало. На второй день ты начинаешь свободно говорить, и это моя норма. Я хорошо знаю китайский, там семь лет безвылазно была. То есть, я полностью вела весь бизнес сама, и, конечно, я его глубоко знаю. То есть, ты из меня его никак не вытащишь. Если я завтра поеду в Гонконг, послезавтра я буду шпрехать просто со всеми обо всем. Хорошо, я специально спрошу своих товарищей китаистов, как они оценят китайский. Так, значит, следующий вопрос. В недавних интервью упоминалась тема, что вы с командой ездили к Садгуру. И вы хотите стать официальным представителем Садгуру на территории России? Садгуру очень любит Россию вообще. И мы надеемся, что там за ближайший год-два мы плотно станем в том числе его партнером. Понятно, что когда у меня есть какая-то партийная поддержка, то есть я выгляжу в глазах любого партнера. Но ты же понимаешь, что это все равно не гарант? Но это дополнительно бонус. И так как вы теперь состоите в партии... То есть я теперь партийная, я либерал. Что за партия? Новые люди. В партии новые люди, то к вам больше доверия и больше возможностей пробиться. Вопрос. Это вы, получается, так партию используете, что ли? Бедные новые люди. За что так с ними рада? Ну такая вялая логика, если честно. Во-первых, у меня нет удостоверения, я сторонник. Что дает мне возможность лавировать... То есть вы не вступили в партию новые люди? Нет, если бы я вступила в партию, насколько я понимаю, я бы не смогла идти как самовыдвиженец. А поскольку от новых людей меня бы точно не выдвинули на выборы, то мне было выгоднее остаться просто сторонником. И как сторонник, в принципе, я могу присмотреться к партии. Пока-то я не вижу, как ее можно использовать. То есть я изучаю, я изучаю политику, и я смотрю. И пока что я вижу, что я одна с командой двигаюсь четче, быстрее, продуктивнее, чем если я начну делать то же самое с партией, потому что это все-таки инертный организм очень. Так, понял. Один вопрос с религиозным уклоном. В своих выступлениях вы рассказывали неоднократно про то, что вот в момент этого озарения вас как на болванку подгружали личность. Как там новая прошивка на айфон и все такое. Кто тот субъект, который это все делает? Кто на вас что подгружал? Ну, то есть кто? Я сама в себя загрузилась. То есть у нас есть, скажем так, облако информации. Ну, вот есть айфон, а есть облако, да? И есть часть инфы в облаке. Ну, облако сидят конкретные программисты, дяденьки, тетеньки в Калифорнии, там, в других штатах Соединенных Америки. Они вот печатают, загружают. Вас это кто все загружал? Ну, я сама в себя загрузилась. Есть такое понимание, понятие в эзотерике «высшее я». И я просто схлопнулась со своим «высшим я». То есть я схлопнулась со своим же облаком накопленной информацией за все предыдущие опыты воплощений и вообще пребывания в различных мирах и пространствах. У этого религиозного течения есть какое-то название? Это не религиозное течение. Религия — это же просто, ну, скажем так, какие-то социальные сети, да, и там, не знаю, профсоюзные организации, грубо говоря. Но большинство религий построены на независимых источниках. Например, Библия не является каким-то причастным источником информации конкретной религии. Но из Библии многие вылупили какие-то ветки религиозных переживаний. То же самое веды. Веды не являются принадлежностью к какой-то религии, но многие религии используют веды как ксиву, что, типа, вот это наш первоисточник. То есть сами по себе, например, святые писания никакого отношения к религии не имеют. То же самое, как моё высшее «я», это только мой личный опыт, он никому, тем более быстротечному, да. То есть всё, что сейчас есть на этой планете, моложе меня, грубо говоря. То есть я помню... То есть это ваш личный опыт и не более того? Конечно. Высшее «я» — это твоё личное облако, там хранится твой личный опыт. И вот у меня произошло, у меня аватар, который сейчас здесь воплощён, схлопнулся с моим высшим «я». Ну вот, есть, тем не менее, определённые рамки. Монотеизм — единобожие. Политеизм — многобожие. Пантеизм — если каждый камень и дерево, и вода, и облако — это часть Бога. Ну, из этого следуют различные там религиозные философские выводы там и так далее. Вы говорите, что... Вот только ваш опыт. Ну, это мой опыт, моя память, и мне это даёт преимущество, потому что, в принципе, понимаю, где я нахожусь, как это всё образовалось, кто это всё создал и с какой целью. То есть у меня никаких, например, религиозных поисков нет, так же, как и никаких кризисов экзистенциальных, потому что, в принципе, знаю, что тут происходит, откуда это всё взялось, кто это всё построил и ради чего. То есть мне вообще классно теперь. Не боитесь ли вы, что в какой-то момент вам прилетит обвинение в создании секты? Секты чего? Ну, к вам приходят ученики, платят серьёзные деньги, есть некоторые там неприятные разоблачения на Ютубе о том, что там это много денег, разорвала со всем своим окружением. Ну, много неприятных вопросов. А, понимаете, здесь уголовный кодекс слабый ориентир. Вот, например, голая вечеринка нашумевшая, она, в принципе, уголовный кодекс-то не нарушает никак или почти никак. Но у людей большие проблемы. Вы не боитесь попасть под раздачу за нарушение традиционных ценностей? Традиционные ценности — это что? Как я их разрушаю, я стесняюсь спросить? Ну, это надо не у меня, это придётся у товарища прокурора спрашивать. То есть есть такой вариант, что ко мне придёт АБЭП за то, что у меня истновидение открылось. Могут, могут, понимаете как? За голую вечеринку могут. Ладно, хорошо, оставляем этот вопрос. На самом деле у меня есть интересная заготовка. Поскольку я прекрасно понимаю, как устроен этот мир, да, насколько сейчас абсурдно всё устроено, у меня есть заготовленная команда, которая вытащит меня из тюрьмы при любом раскладе в максимально быстрый срок. И, в принципе, у всех членов моей команды номер ребят есть. То есть у меня есть команда на все случаи жизни. У меня есть команда, которая может вытащить меня по любому поводу из любой тюрьмы. У меня есть магический отдел, так называемый, да, за который мне тоже всегда все задают вопросы, типа, what the fuck? А у меня реально большой, серьёзный магический отдел, и я этого не скрываю. Магический отдел? Да, это серьёзные ребята, которые работают за серьёзные чеки, могут решить большинство проблем, которые нерешаемы вообще никак. При этом это, скажем так, никак не преследуется органами. Очень удобно. Я на всякий случай напоминаю, Рада, что вам крайне опасно появляться в республиках Северного Кавказа и в тех регионах нашей планеты, где у власти находятся друзья уважаемого Рамзана Ахмадовича Кадырова. А так мы вообще прекрасно с ним ладим. Мы вот как раз собираемся к нему скоро в гости, потому что у нас есть... Вы, пожалуйста, случайно ему там не ляпните, что у вас есть магический отдел, потому что на Северном Кавказе бывают очень неприятные истории с теми людьми, которые чем-то таким занимаются. Я даже не сама этим занимаюсь, в принципе, я все делегирую. Я же не практика. Вот вы как-нибудь поосторожнее. Вы только начинаете интересоваться политикой, но это ваш путь в политику может очень быстро закончиться в республиках Северного Кавказа. Вот смотрите, разоблачители. Значит, Альберт Сафин, там Анкл Шурик уже упомянутый, Антон Эс какой-нибудь, Андрей Ковалев, Рындыч, Эн Ворк, а Таркушнашвили еще какой-нибудь сейчас подключится. Вы же теперь кандидат в президенты, зарегистрирован в Центр избиркомом, из расы драконов-архитекторов, с 15 бизнесами, с командой боевых магов, с расплавленной шишковидной железой. Вот что бы вы ответили вашим разоблачителям, которых, наверное, будет еще больше теперь? Да, вообще без проблем. Это, во-первых, отличный пиар. Во-вторых, мне не приходится врач, что я просто смертный, который вот просто одним бизнесом занимается, кушает, спит и надеется на пенсию. Я говорю вот как есть. У меня интересная объемная жизнь, у меня интересный опыт. Да, он отличается от других, но, в принципе, как бы это не преследуется никак. Кроме того, что у людей рвают пукан, больше мне за это нечего предъявить. Я не создаю никакие секты. Если вот ты говорил про инфобиз, так я преподаватель по спиральной динамике. Я преподаю курсы, я препод по спиральной динамике. Какая секта, какой религиозный опыт, чьи там чувства верующих я задела от того, что я веду курсы по, ну, скажем так, потрясающей объемной науке, которая нужна всем. Я считаю, что это от суперсов. Я препод по софтам. Какие секты? Знаете, я как учитель напоминаю прописную истину, что хороший учитель тот, кто может пятикласснику объяснить какую-то сложную вещь. Если ты не можешь объяснить простыми словами, ну, значит, ты сам что-то не понимаешь. Можете в двух словах, что за спиральная динамика? Спиральная динамика — это периодизация созревания личности. Мы говорим про эмоциональный интеллект. Он включает в себя основной мотив к действию человека. И в разные периоды созревания у личности разный мотив к одному и тому же действию. И в спиральной динамике есть семь уровней. И удивительно то, что, например, мы можем взять любое явление социальное, например, создание семьи. И вот люди в разный период созревания создают семью по разным мотивам. Визуально, социально это выглядит как одинаковое действие, но мотив, который побудил человека к этому, совершенно разный. То есть это раздел психологии, связанный с мотивацией человека и личностным развитием? Это не раздел психологии. Это, скажем так, социальное исследование, можно так назвать. Оно не окрашено ни политически, ни психологически, но его можно использовать в политике, его можно использовать в психологии. Его можно использовать в религии. То есть это просто... Ну, всё, что вы сказали, укладывается в классическую психологию. Классическая психология, недоизученная наука, очень плоская, полетимная. Спиральная динамика гораздо глубже объясняет мотивы поведения человека. К тому же спиральная динамика учитывает, что это не типология, а периодизация. И человек может перейти из одного уровня созревания личности в другой, а психология к этому не готова. Психология — это всё-таки просто очень жёсткое типирование людей на какие-то околочки. Она более жёсткая, менее пластичная. А какие типирования в психологии вы знаете как конкурентов? Ой, да ладно, там вечно бесконечно всех обвиняют в том, что у них какие-то психотравмы, вот этот бесконечный бег «мама-папа» — это абсолютно тупиковые вещи. А в данном этапе психология — это наука, которая будет до конца твоей жизни разбирать твоё прошлое. Потрясающий опыт. При этом вы в интервью говорили, что сами 20 лет на терапии после истории с мамой. Нет, пока я не встретила спиральную динамику. Слава богу, 5 лет назад я узнала, что существует спиральная динамика. 5 лет я потратила на её изучение. То есть это боль от вашего личного опыта? Тогда вопрос. Вы маму смогли простить? Если это слишком личное, можете не отвечать. У меня к маме никаких претензий. Просто мы из разных миров, нам общаться не о чем. А мама тратит моё время, я считаю, потому что мама совершенно простой человек, которому просто хочется бесконечно посплетничать и на что-то пожаловать. А я в активном прикладном действии, мне нужно всё время куда-то побежать, лететь, что-то делать. То есть нам вообще не нужно... То есть вы ещё поддерживаете с ней отношения? Ну, у неё есть номер моей ассистентки, на случай, если ей что-то нужно. То есть даже вашего личного нет? Я даже с друзьями, например, участвую, не созваниваюсь, не переписываюсь, а не записываюсь через моего ассистента на встречу. Ха-ха, а у меня есть личный номер Радорусских. И всё-таки вот этим разоблачителям, обвинителям вы бы что сказали? Спасибо за пиар, ребята, продолжайте. Я получу удовольствие, наблюдая, как их мнение меняется. Потому что чаще всего сначала все говорят, боже, она сумасшедшая и б***я какая-то, вообще не в венько. Потом они начинают просматриваться, такие, блин, нет, какая-то логика есть. Потом они смотрят, так она вроде что-то делает, так она вроде больше всех делает. И потом такие, блин, она охеренная. Обычно это так. Понятно, хорошо. То есть, товарищи там это хватит критиковать. Вы скоро станете фанатами Рады Русских. Успех. Смотрите, из конкретных дел вы рассказывали, что помогаете собачьим приютам. Что-то ещё вы успели сделать? Мусор на Бали, понятно. Собачий приют, хаски, слава богу, спасибо. Что-то ещё вы успели приложить руку? Ну, у нас достаточно много направлений. И это большие направления. То есть, это же не точечная какая-то инициатива. Четвёртый год я реставрирую дачу Мицмахера. Это достаточно серьёзная сумма. Ну, фактически, это ваш дом, ваш особняк. Но это будет всё равно общественное пространство. Не собираюсь там, как на даче, поселиться. Всё-таки это памятник. То есть, это достояние Петербурга. Это дача Мицмахера. Так, хорошо, понятно. Вы реставрируете ваш памятник. Что ещё? Ну, нет, не нужно обесценивать. Я спасла этот памятник, выкупив его государством. В тот момент, когда он уже обвалился наполовину. И я его просто спасаю, потому что я, правда, очень сильно люблю архитектуру. И Мицмахер – это архитектор, который, в принципе, создал облик Петербурга. То есть, это смыслообразующий архитектор, который всё это создал. То есть, Питер выглядит, как Питер, благодаря Мицмахеру. Это очень крутой архитектор. То есть, люди просто плохо разбираются в архитектуре. Но я, как человек, который учился в архитектурной академии, не могу пройти мимо в этот момент. И, конечно, я буду как-то размножать и это направление в том числе. Поэтому я хочу в политику. Второе. Мы занимаемся много лет сбором пластика. И это обширная деятельность, это объёмная деятельность. Сколько тонн за это время удалось собрать? Я не знаю, сколько они собирают, потому что мы просто благотворители организации. То, что мы руками собираем, это фигня. То есть, в принципе, это ничего. То есть, вы спонсируете? Ну, конечно, да, мы меценаты. Плюс в августе мы перевели 10 миллионов с Адгуру на его школы. У него реализованы бирюзовые организации. 10 школ они самоорганизовали, независимо от государства. 10 миллионов мы ему именно на школы перевели. После этого мы сняли ещё про них фильм. Он, кстати, скоро выйдет. А школы-это где находятся? В Индии? Да, это южная часть Индии. Ну, мы всё сняли, мы скоро покажем. Мы сейчас занимаемся пропагандой этичного употребления. Да, у нас есть проект «Экологично». У нас последние полгода висело 100 билбордов по России. Это тоже, ну, моя личная инициатива. Мы пропагандируем вторичное употребление, отказ от личного автомобиля. Ну, вот эти общие эко-принципы, да, очень понятные. И, ну, прикладные, которые в первую очередь нам нужно воплотить. Всё, что мы производим на заводе, вся упаковка – это вторичная переработка и внешняя упаковка, и пластиковая бутылка. И плюсом, конечно, мы стараемся быть благотворительными больницкой организации, чтобы донивелировать тот мусор, который мы как производители, да, в мир выпускаем. А по собакам – это не просто приют. Мы выкупили у государства 2750 собак. И я должна их теперь как-то организовать, раздавать, лечить, выхаживать и содержать. Это ежемесячно 6 миллионов рублей. Это не микро-влаготворительность. Это серьёзные проекты, из которых мы растим показательные кейсы, чтобы люди тоже начали что-то делать и шевелиться. – Понял, спасибо. Топ – главные проблемы России от Рады Русских? – Это проблема… Я делю государство и граждане. – Ну вот, вы президент России. Проблемы, вот пятёрка проблем, которые будут у вас первоочередные в вашем внимании. – Хорошо. Первое очередное – это то, что людям пора повзрослеть. Я бы убрала часть социальных выплат для того, чтобы они сами шевелились. Я выбирала. – Например, каких социальных выплат? – Ну, я не считаю, что нужной женщине платить за то, что она родила ребёнка эту группу. Она должна сама оценить свои возможности и сделать тогда, когда она к этому готова. А сейчас мы получаем то, что дети рожают детей за 400 тысяч рублей. А потом ты содержишь не одну её такую немогущую, а двоих или троих. Смысл в этом никакой. Это не работоспособное население, это не население, которое склонно к самообразованию, не активная социальная группа. – Рада Русских предлагает первым делом сократить часть выплат и пособий. Первое. Второе. – Не все, а выборы, что там, где они будут. – Часть. Часть. Конечно, только часть. Второе. Слезть с нефтегазовой иглы и обратить внимание на возобновляемые ресурсы. Я очень хочу и радею, скажем так, развивать фермерство. Я считаю, что людям, правда, надо раздать земли, научить их их возделывать и заняться возобновляемыми ресурсами, то есть то, что можно вырастить. Потому что нефтегаз рано или поздно закончится, и в этот момент всё станет просто, ну, катастрофическое. То есть мы не готовы, мы ничего не имеем. – А как нам слезать с нефтегазовой иглы? – Нам нужно вовремя обратить внимание на то, как сделать земли, потому что у нас... – Так, а что в вашем понимании нефтегазовая игла? – Ну, мы зарабатываем... Страна зарабатывает деньги только с того, что мы качаем нефтегаз и кому-то их продаём. Больше мы никак деньги не зарабатываем и ничего не... – А будем зарабатывать? – Я предлагаю наладить фермерство, потому что у нас самые богатые земли, и мы можем давать самые лучшие урожаи в мире. – И при этом вы предлагали земли вывозить? – Нет, я предлагаю земли раздать, чтобы люди их здесь возделывали. – В одном из интервью вы говорили, что земля – это такая ценность, можно её тоже вывозить, перевозить. Я не понял, вы имеете в виду на экспорт? – Перед 60 лет будет очень высокий спрос на покупку земли, на вывоз. То есть, как, например, японцы у нас там последние, не знаю, сколько десятков лет увозят лес, да, то есть у нас вырубают лес, они его к себе везут, консервируют, они понимают, что такое ресурс. Точно так же через 50-60 лет у нас будет много предложений вывозить тоннами чернезам. – Так, хорошо. Первое, значит, у нас было урезание части пособий. Второе – вместо нефтегаза продаём продукты питания. – Нет, фермерское хозяйство. И это нужно научиться сначала, то есть нужно этому обучиться. Наша страна в этом не сильна, у нас нет фермеров. Я предлагаю туда откинуть свой взор. А для начала нужно, в принципе, этому научиться. До продажи там ещё долго. – То есть это вопрос системы образования или как? – Конечно, да. Это вопрос пропаганды, это вопрос моды. То есть можно задать моду на фермерство. Это очень красиво, когда у человека есть своё хозяйство, он что-то производит, он что-то делает. – Сколько потребуется фермеров в стране? – Я не знаю. Но тут вопрос масштаба личности. То есть крупный предприниматель, у него есть опыт вести масштабный процесс. Он может взять большой кусок и организовать его. Но у меня, конечно, больше интерес к мелкому фермерству. И вообще я, скажем так, фанат мелкого бизнеса. Мне нравится малый и средний бизнес. Это то, что у нас абсолютно свободно. И это будет третий или четвёртый палец. Развитие мелкого среднего предпринимательства. Активная пропаганда. И, наверное, я зафинишую тем, что всё-таки нужно отказаться от НДС. Потому что в России никто не хочет быть богатым. Потому что богатые люди, к сожалению, платят НДС. В то время как, например, мелкий предприниматель, в принципе, должен платить столько же. И я за то, чтобы уравнить линейку налогообложения. Уравнять линейку налогообложения. Значит, это была то проблема от Радорусских. Хорошо. Что вам не нравится в политике Владимира Путина? Ну, я вообще не склонна потреблять какой-то контент. Я не очень глубоко изучаю то, что он делает. И я, кстати, не ассоциирую то, что происходит в стране с конкретной персоной. Потому что это всё-таки огромный аппарат. Это не единый организм. И у них есть разногласия внутренние. Там Тай-шел-фоливар происходит. Да, они там договориться тоже не могут. Поэтому я не склонна, например, на него взваливать всё, что сейчас происходит. Это глупо. Это то же самое, что прийти в ресторан. И если тебе не понравилось, как тебя обслужил официант, гнить там владельца сети. Ну, то есть здесь нужно обладать тоже трезвостью ума и понимать, что это множество людей. Мы не можем в одну точку внимания направлять. Я не знаю, что из того, что сейчас ему приписывают, правда, например, было его идеей или его мировоззрением или его решением. Я знаю, что очень многое до него не доходит. И как бы это всё растворяется где-то по пути. Я понятия не имею, кто на самом деле является основным политическим органом в стране. То есть какая группа людей правда что-то решает. Я уверена, что это не один человек. Так, а каких, кроме Путина, вот видных российских деятелей, олигархов, чиновников, вы знаете, кто вам нравится, кого нужно оставлять, повышать, кто не нравится, кого нужно убирать, увольнять, сажать? Я не думаю, что есть смысл со стороны вообще принимать такие суждения и оценку, потому что это точно неадекватно, это никакого отношения к реальности не имеет. К тому же мы опираемся на прошлое. И для меня это глупо, когда ты пытаешься, например, за счёт той инфы, которая просочилась в СМИ, как-то оценить работу человека. Это всё равно близкий контакт должен быть прикладной. Хорошо, давайте по конкретике. Эльвира Сахипзадна Набиулина, ваши отношения? Я абсолютно не интересуюсь тем контентом, который производят эти люди. Я всё время что-то делаю. Я абсолютно аполитична. Я никакой контент не потребляю, я прикладник. У меня... Аполитичный кандидат в президенты. А это супер. Это хорошо, потому что лучший политик — это предприниматель. Я правда уверена. То есть если завтра примут закон о том, что ваша деятельность уже подпадает под определение сектанства, ваши 15 бизнесов, которые вы ведёте, проектов, которые не отображаются там в базах, это уголовная там статья. Вы скажете, да, меня это всё равно не волнует, буду что-то делать. Ну, я просто собираю чемоданы и уезжаю на Бали, как бы я там пять лет прекрасно тусуюсь. Меня не интересует конкретная страна. Планета круглая. Я в эко-повестке в зоозащите. Вы хотите... Вы кандидат в президенты, которого не интересует конкретная Россия. Я смотрю на весь мир шире. Я бизионер. Я понимаю, что сейчас, да, я разбираюсь в этой стране. Я носитель языка. Я плюс-минус понимаю, что ты в бизнесе, в этой стране. И если мне дать какую-то должность, я хороший антикризисник. Я умею хорошо зарабатывать деньги. Я очень хороший мягкий руководитель. И у меня, в принципе, хороший объёмный взгляд на мир. И со мной мировые лидеры в том числе. Многие общаются. А кто с вами общается? Или это секрет? Ну, не хочется стать партнёром с Адгуру, например. С Адгуру номер один в эко-повестке. С Адгуру, с Адгуру. Меня серьёзно рассматривают как партнёра. То есть это... А как называется религия или учение, которое он проповедует? Это никакая не религия. Вы просто плохо разбираетесь. Эко-повестка никакого отношения к религии не имеет. Так же, как и то, чем я занимаюсь. Хорошо, хорошо. Правда, плохо разбираюсь. Согласен. Смотрите, в одном из интервью вы сказали, невыгодно понимать бедных. Вот как вы думаете, сколько зарабатывает, например, врач или учитель, или пожарный в регионах России? Или эти цифры вообще ничего для вас не играют, никакого значения? Ну, там контекст другой же был, этот сразы. Я говорю о том, что часто пишутся законы и принимаются решения в пользу бедных. А бедные ведь чаще всего бедные, потому что они просто не хотят ничего делать, они ленивые. То есть для меня ленивые и бедные – то же самое. Активный человек никогда не будет бедным. Неважно, он врач или в какой-то другой профессии. Есть ленивые врачи, да, они бедные. Есть самостоятельные взрослые, адекватные врачи, которые идут в самообразование, в повышение квалификации. У них вполне достойна оплата труда. И у них, правда, хорошо выставлены отношения с их клиентами. Я считаю, что бедные равно глупые и ленивые. Вот и все. Бедные равно глупые люди. Напоследок, Блиц. Можно отвечать коротко, если есть желание, можно не очень коротко. Лучший правитель в истории России. Мне нравилось все, что до 1920-го происходило. Все-таки династия – это было элегантно, это было более красиво и как-то даже менее конфликтно. В чем-то. Хорошо. Значит, вы забыл задать вопрос важный. Вы же в одном интервью тоже сказали, кажется, даже в нескольких. Женщина-президент – это классно. То есть пол имеет значение? Женщины более хозяйственные, они менее агрессивны и менее склонны конкурировать. То есть пол имеет значение? Я считаю, что процентное соотношение состава политического аппарата имеет значение. Сейчас очень маленький процент женщины. Если бы его плюс-минус уравнять, то было бы более все, конечно, адекватно. И на верхушке должен быть президент женщины? Я считаю, что когда нужно разгребать завалы, и вот когда вот прямо уже совсем форшмак, конечно, нужно женщину запускать. Потому что она быстрее все приводит в порядок, она более хозяйственная, она меньше склонна, не знаю, критиковать, ругать. То есть это более мягкое всегда управление, при котором все быстрее как-то организуются дают и порядок. То есть не потому, что она имеет какой-то опыт, квалификацию, образование, а потому что она женщина? В этом же вопросе. Конечно, мы говорим про явленную хозяйку, про женщину с хорошим хозяйственным опытом. Окей, хорошо, услышал вас, спасибо. Спасибо. Как вы относились к поправкам в Конституцию, которые у нас два года назад так успешно были приняты? Например, какие? Ну, там была мощная поправка про зоозащиту в том числе, что природа наша всего. Ну, я пока что не вижу, чтобы было хорошее состояние дел по зоозащите или экоповестке. И я, к сожалению, не вижу людей, которые в этом разбираются на круглых столах. И в рабочих группах в том числе. Я считаю, что у нас абсолютно сырая зоозащита, экоповестка. Никто в ней не разбирается. И там еще работаю на несколько лет. Но это то, чем я сейчас занимаюсь. Я вхожу в рабочие группы и пытаюсь законотворчеством в этой теме заниматься. Я считаю, что любые запреты порождают большой черный рынок. Черный рынок всегда порождают кучу проблем. Низкое качество, высокую смертность, преступность и так далее. Я вообще залегалась всего. Когда людям все разрешаешь, как и детям, они меньше шкедят и добиваются выше. Специальная военная операция. Ваше мнение? Я считаю, что мы точно никогда не узнаем объемные причины всех этих разборок и конфликтов. Пытаться со стороны это анализировать, это все равно пальцем в небо. Я понятия не имею, что там, сколько соучастников, по каким причинам, какие вторичные выгоды и через сколько лет они их получат. Я не знаю. Я не вижу смысла кого-то критиковать и судить. Я уверена, что или у кого-то были серьезные выгоды, или все договорились, или у кого-то было безвыходное положение. Я не думаю, что им было скучно и они решили поиграться. Если бы у вас сейчас была возможность обратиться ко всему человечеству, ко всем жителям Земли, что бы вы им сказали? Я бы сказала, что, ребята, вам пора повзрослеть, вам пора начать самостоятельно себя обеспечивать, обеспечивать всех, кто является вашими детьми, вашим старшим поколением. Вам пора перестать рассчитывать на какие-то бесконечные субсидии, скидки и так далее. Потому что, конечно же, государство – это не родительская фигура, и это не мать, которая у вас должна до конца жизни поощрять, хвалить и оставить вам все необходимое для жизнедеятельности в наследство. Нужно понимать, что когда мы сами с собой научимся справляться, у нас появятся силы, чтобы влиять на внешние обстоятельства. Сейчас практически нет людей, которые, правда, как-то влияют на внешние социальные процессы. Правда, нет людей в зоозащите, правда, нет людей в экоповестке, правда, нет людей, которые вкладываются как-то в архитектурный облик, в реставрацию. В государстве тоже этих денег нет, потому что государство сейчас сталкивается с проблемой, что почти каждый житель страны мнит из себя ребенка, которого должны кормить и сиськи. Я голосую за то, чтобы все повзрослели, я либерал, и я желаю всем новогоднего либерального настроения. Спасибо, Рада. Напоследок, если товарищи блогеры-разоблачители захотят у вас взять интервью, вы как, открытые, неоткрытые, какие у вас планы на этот счет? Да, я думаю, что они зубы от меня сломают, они как бы не предлагают, потому что боятся. В принципе, по мне очевидно, что все, что я где-то заявляю, у меня точно там есть опыт, я понимаю, о чем я говорю, то есть я не склонна к простословию, поэтому я могу ответить за все, что я когда-либо где-либо говорила в сети, ничего из того, что я описываю, не является выдумкой, да, ни бизнеса, ни какой-то там опыт просветления. Я могу, в принципе, на любые дебаты согласиться, я в этом хороша, скажем так, поэтому я вообще-то за. Друзья, оценивайте наш сегодняшний разговор, пишите комментарии, ставьте лайки, рада, спасибо, что уделили время. Спасибо вам большое.